Всем привет, кто заинтересовался покупкой данного телефона. Брал я его в DNS за 30 тысяч рублей. Версия 6.128 гигабайт, цвет черный. Продаю по причине того, что для моих ручонок он большеват показался. Но для остальных, я думаю, будет хорошо сидеть в руках. На нем экран большой, на нем все видно. Также он хорошо светит на солнце, тоже все видно. Здесь мощный процессор, 870 Snapdragon, тащит все игрушки. Танчики, другие танчики, нормальный тач, хотя он очень сложный на средних настройках. Но эта игра, она очень тяжелая, неоптимизирована. PUBG вообще круто играется. Сеть интернет здесь ловит очень хорошо. GPS работает стабильно. Была проблема с NFC, с оплатой. Я ее настроил. Так что вам мучиться не придется. Также я подключал всю рекламу, которую только можно. И вообще у многих людей присутствуют здесь проблемы с датчиком приближения. Потому что у них просто не гаснет экран во время разговора. И они щекой нажимают, что попало. Сейчас я вам продемонстрирую. Звоню. Все, играм гаснет. А у кого-то он не гаснет, и люди вот с щекой тын-тын-тын, и даже кому-то сообщение могут отправить спокойно. Все здесь нормально. В играх он греется не сильно. Играть вполне комфортно. Хотя здесь очень мощный процессор. Но рукам не доставляет дискомфорта. Заряжается он достаточно быстро. За полчаса процентов 70 минут точно зарядилось. Ну там сильно я не смотрел. Вот. Даже ночью, когда там посидел, минут 30-40 в ВКонтакте, книжку почитал, тоже быстро зарядилось. Мне понравилось. Думал, на ночь оставить. Оказывается, не стоило уже. Вот. Купил для него чехол силиконовый, матовый. Держать мне приятно. Также наклеил на него вместо заводской стекло Нилкин CP Plus Pro. За 1000 рублей заказывал Сазона. Он наклеил его мастер в сервисном центре. Так что здесь все ровненько. Вот. Стекло мне тоже понравилось. Вот. К сожалению, здесь нет разъема для наушников. Но есть переходничок. Вот. Так что с этим проблем не будет. Вот. Если что, задавайте вопросы. Обязательно отвечу на каждый, если что-то интересно узнать.